What's up, strangers? Welcome here! Сегодня поговорим о частых ошибках тех, кто изучает английский язык. Мало кто говорит на странном языке идеально, и есть ошибки, по которым за границей поймут, что вы, скорее всего, из России. Я сейчас говорю не об акценте Russian accent, это отдельная большая тема, а о том, как вы строите свои предложения. Ошибки эти естественные, предсказуемые и объясняются обычно привычкой думать по-русски. Разберем топ-10 ошибок. Поехали! Начнем с коварной фразы I feel myself. Многие используют эту фразу, когда хотят сказать, что чувствуют себя хорошо или плохо. Если переводить дословно, то это будет звучать как I feel myself good или I feel myself bad. В английском языке выражение I feel myself звучит неприлично. Feel имеет значение не только чувствовать, но и щупать, ощупывать, осязать. И когда вы используете его в связке с протяжательным местоимением myself, значение именно такое. Соответственно, перевод вашей фразы будет я ощупываю себя хорошо. В англоговорящих странах данное словосочетание означает конкретное действие. Чтобы не попасть в курьезную ситуацию, вы опускаете слово myself. Правильный ответ на вопрос Будет И любое другое прилагательное для описания вашего состояния. Вторая часто распространенная ошибка, когда люди отвечают на вопрос How are you? I'm normal. В русском языке нормально – это хорошо. Однако normal по-английски значит совершенно другое. Ответ I'm normal thank you переводится Спасибо, я нормально. Я без клинических отклонений. Если хотите сказать, что у вас действительно все в порядке, лучше ответить Что мы отвечаем в русском на фразу спасибо? Пожалуйста. На английском это превращается в следующий диалог. На thank you ответ Please. Типичный случай, когда в русском языке одно слово используется в разных контекстах, а в английском нужно использовать разные слова. Пожалуйста, как просьба Пожалуйста, принеси мне воды. Будет Please. Give me some water. Пожалуйста, как ответ на спасибо You're welcome Поэтому при диалоге Thank you for your help Спасибо за вашу или твою помощь Вы отвечаете You're welcome Следующее интересное слово Freely Как перевести? Я свободно говорю по-английски. Многие переведут I speak English freely Это неверный вариант. Свободно, когда речь идет об уровне владения языком, переводится на английский не как freely, а как fluently I speak English fluently Глаголы do и make часто вводят нас в ступор Какой из двух вариантов выбрать? Потому что и do, и make переводятся как делать Суть в оттенках смысла Глагол do используется для совершения привычных действий Это мыслительная деятельность или общие действия К примеру В то время как make употребляется при обсуждении творчества или создании осязаемых предметов Если мы хотим попросить кого-то Сделай кофе, пожалуйста Это будет глагол make, а не do Очень часто мы используем глагол do, когда говорим Я сделала ошибку Это неправильно Правильный вариант Учитесь каждый день и не будете делать ошибки Как мы по-английски скажем комфортный или удобный Первое слово, которое приходит на ум Но есть еще и другое слово В чем же разница? Комфортный диван будет Диван, на котором физически удобно и комфортно сидеть, лежать Но если мы спрашиваем об удобном времени, то уже используем второе слово В какое время удобно встретиться? Следующее слово Как мы скажем Ты мне очень нравишься Многие скажут Используя логику русского языка В данном случае это неверно Правильный вариант I like you very much Very идет в конец Можно также сказать I like you a lot И I really like you Большинство из вас знают слова What И that Оба слова переводятся как Что Но как правильно перевести эти Что на английский язык Уже знают не все Часто в речи студентов встречаются ошибки Когда вместо that Стоит what Или наоборот Давайте разбираться Слово what Нельзя опустить Оно является необходимым для сохранения смысла предложения и его структуры Без него предложение потеряет смысл Например I believe what he says Я верю тому, что он говорит Please tell me what to do Пожалуйста, скажи мне, что делать Слово that Можно легко опустить От этого значения предложение не изменится Смысл останется понятен Структура предложения не пострадает По-русски мы тоже можем такое Что Опустить Например My friend said that Jack passed the exam Мой друг сказал, что Jack сдал экзамен А теперь попробуем убрать That My friend said Jack passed the exam Мой друг сказал, Jack сдал экзамен Повседневные речи так обычно и поступают Не говорят that Мы часто используем слово advice, совет, во множественном числе как advices Это распространенная ошибка Важно помнить, что слово advice всегда употребляется во множественном числе У него нет формы advices Если вам нужно сказать давать советы, то мы используем выражение pieces of advice Your true friend gives you helpful pieces of advice Твой настоящий друг дает тебе полезные советы Еще одно слово, которое может вести нас в замешательство News В английском языке слова новость и новости обозначаются одним news News всегда имеет единственное число Запоминать употребление news лучше всего по пословице No news is good news Кроме того, перед словом news никогда не употребляется неопределенный артикль e Как правило, с news чаще всего употребляются неопределенные местоимения или прилагательные Например Проверим наши знания Эта кровать очень удобная Выбираем между словами comfortable и convenient Второе предложение Я верю в то, что справедливость восторжествует What или that I believe that justice will triumph Третье предложение Мне очень нравится кататься на велосипеде Помните, куда ставим слово very I like cycling very much Следующее предложение Сегодня президент нам расскажет интересные новости Today the president is going to tell us interesting news И последнее предложение Делай работу хорошо И не совершай ошибок Вспоминаем наши глаголы Do и make Do the job well And don't make mistakes That was it На этом я завершаю хит-парад ошибок В комментариях напишите, какие из вышеперечисленных ошибок вы допускали Надеюсь, мое видео помогло вам улучшить свой английский Впереди вас ждет много классных видео Оставайтесь на связи Consум yummy knowledge Share with the world And be happy See you in my next videos Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok